У нас на этапе меню футбола играет два дня 20 команд, на первом этапе их было 16. Основных участников, то еще четыре участника, добавилось на этапе меню футбола. Мы разделили команду таким образом, что у нас получилось 4 группы по 5 команд. То есть в первый день, в субботу, участники играли групповой турнир. Каждая команда провела по 4 игры за день. Это достаточно много, поэтому мы матчи сделали по 20 минут, два тайма, по 10 минут. Такой вот себе блиц-турнир получился. И в воскресенье команды играли уже раунд-плей-офф с 1-8 финала на выбивание. Вчера получилось у нас все очень хорошо. Выиграли у всех команд с крупным счетом. Сегодня уже чуть-чуть слабее, потому что отсеялись все команды, которые менее профессионально играют в этот вид спорта. Сегодня было сложно, но интересно. У нас все сотрудники банка, то есть все финансовые работники. Никаких спортсменов у нас чисто на позиции, на энтузиазме. Ну, пришли попробовать свои силы в этом турнире. Пока достаточно удачно пробуем. Правда, финал не пробились. Ну, уже в четверке, уже нормальный показатель для любительской команды. Если есть команда с большой буквы, то, что я говорил, вот эти вот тонкие материи, если они присутствуют в команде, когда люди понимают жесты, понимают даже мысли друг друга, тогда это суперфутбол получается. Индивидуальное мастерство приветствуется, но командный дух – это самое сильное, что есть в футболе. Субтитры сделал DimaTorzok Бол привлек большое количество команд, большое количество людей, болельщиков. Жены, сотрудники компании приходили, поддержали все игры. На всех играх были, было очень приятно, и большое им за это спасибо. В следующем году, на следующем турнире, нужно будет отдельный нам кубок делать для лучших болельщиков, для лучшей группы поддержки, потому как, наверное, интереснее в некоторых матчах было смотреть все-таки за болельщиками, потому что вот команда «Новая линия» отличилась, наверное, в хорошем смысле на все 100. Они подобрали огромное количество кричалок. Альфа-банк, команда, пришла с собственными какими-то изобретениями, с дудками, создавали такой огромный шум. Болельщики большинства команд нас не то, что приятно удивили, а поразили. Ну, во-первых, спорт объединяет. Как видите, много эмоций. Люди, это праздник для всех. Конечно, больше для тех, кто победил, меньше для тех, кто проиграл, но все-таки люди собираются, общаются. И мне кажется, это самая главная идея, что люди выдергивают с квартир, с домов, и они здесь общаются. Это хороший тимбилдинг. То есть наши сотрудники, они познакомились с друг другом более как бы для работы. У нас появилась синергия, как бы командный дух. То есть мы будем уже работать более сплоченно и показывать результаты не только на футбольном поле, но и в работе. Как говорится, спорт поможет силы приумножить. Так и этот турнир тоже самое. У нас был гольф, сегодня футбол. То есть два этапа, но я для себя выделяю футбол, конечно. Кому-то, наверное, гольф. Впереди будет волейбол, тоже очень интересная игра. Я думаю, там будет не менее градуса напряжения. Так как уже будет достаточно прохладно, мы не будем играть на пляже. Будем играть в закрытом помещении. И как минимум 16 команд, то есть по 4 команды в группе, 4 группы будут играть у нас в волейбол. Все, в принципе, динамично, активно, все как бы доброжелательно. Команды друг к другу относятся, что, я думаю, трудностей никаких нигде не будет. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА У нас коллектив такой подобрался, сплоченный. Мы давно играем в футбол вместе. Наверное, из-за сыгранности мы и победили, так скажем. Хотя команды были хорошие, против нас играли. Но, тем не менее, видать, нам больше парта было, мастерства как-то. Ну, там, где надо, мы не бежали, экономили силы, посмотрели на вчерашний день. Ну, это как в шахматы, надо думать, прежде чем делать что-то. Видеть поле, мяч держать, я не знаю. То есть, ну, и физическая подготовка, да, наверное, режимить надо. Не знаю. А вообще это как бы уже в крови. Даже если ног не будет, будем на коленях играть. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok